Продолжение следует... 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 В первую очередь я хотел сказать, что на сегодняшний день работа проводится по шести направлениям базовым. Мы анализируем сферы контроля и надзора на сегодняшний день, сферы с целью их сокращения оптимизации и сами контрольные функции. Кроме этого мы реформируем информационные инструменты, рассматриваем разрешения, которые выдаются субъектами квази-государственного сектора. Речь идет также о развитии института саморегулирования и ревизии законодательства на предмет выявления норм препятствующих конкуренции и снижения фронтальных издержек бизнеса. Здесь, кстати говоря, присутствуют непосредственно эксперты, которые этими направлениями занимаются. Я думаю, если будут вопросы, они на них и ответят. Если перейти на следующий слайд и говорить о реформировании и ревизии контрольно-надзорной системы в целом, то выявлены системные проблемы. Системные проблемы связаны с дублированием осуществления контрольно-надзора, отсутствием эффективности их проведения. Для устранения этих фактов выработаны следующие меры. У нас на сегодняшний день есть 114 сфер контроля, 18 сфер надзора. Мы предлагаем из этих 132 сфер 23 сферы сократить. Коротко говоря, это объединяются сферы автомобильного транспорта, железнодорожного, внутреннего водного, торгового мореплавания, контроль за обязательным страхованием гражданской правовой ответственности владельцев, за обращением с отходами, за обязательным экологическим страхованием мы отменяем и так далее. То есть я говорю 20 видов контроля, 3 вида надзора. Мы сокращаем требования, предъявляемые к субъектам предпринимательства. В частности, только в сфере санопед благополучия мы сокращаем количество требований с 11 тысяч до 2. Соответственно, сокращается количество самих санитарных правил со 100 до 67. То есть с начала года уже 33 санпина поставлены на утрату. Исключены требования по наличию отдельных помещений для субъектов бизнеса, санитарно-эпидемиологического заключения при строительстве, проектировании и эксплуатации объектов, а также требования, дублирующие строительные нормы. Внедрена риск-ориентированная модель контроля и надзора в области охраны общественного здоровья. Также продолжается разъяснительная работа по внедренной программе самоконтроля предприятий. Это даст дополнительный значок для развития частного сектора, как в сфере здравоохранения, так и увеличить доступность бизнеса к проектам ГЧП. Нами предложено также исключить 139 контрольно-надзорных функций из 544, которые на сегодняшний день есть в контрольно-надзорных органах. Это порядка 30%. Кроме того, вы знаете, что есть исключения из общего порядка проверок, где-то 25 видов исключений, все они связаны с моментальностью проверок, это проверки на границах, проверки на дорогах, которые сотрудники автоинспекции осуществляют. Мы 5 сфер контроля переводим, в том числе требования к электрическим сетям выше 0,4 кВт, магистральным тепловым сетям, котельным, соблюдение права к парковке, надзору финансового законодательства и так далее. То есть считаем, что там нет никакой исключительности, в этих сферах не присутствует. Кроме того, нами отменены основания для возбуждения административных дел по 18 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Но это такая постоянная работа, связанная с либерализацией КОАПа на сегодняшний день. Я думаю, в дальнейшем большая часть статей будет переведена на предупреждение, на предписание и только потом уже, если в случае невыполнения, введение инструмента административной ответственности. Самое главное, что мы хотим сделать, мы хотим изменить вообще ментальность проверок и ментальность госорганов как таковых. То есть перевести государственные органы на менталитет обслуживания бизнеса. Вы знаете, что у нас есть на сегодняшний день три вида проверок. Проводятся проверки по особому порядку, проводятся по выборочной проверке, так называемой, и проводятся проверки, связанные с неплановыми. Институт выборочных проверок мы полностью убираем, заменяем его институтом профилактического контроля. То есть отныне при выходе на проверку государственный орган, проверяющий, не сможет субъект предпринимательства наказать. Может только предупредить, объяснить причину, дать срок на исправление. В случае, если это не будет выполнено, то возможно тогда внеплановая проверка, и в этом случае, конечно, субъект будет привлечен к ответственности. Чтобы внеплановые проверки дальше не превратились в бич, мы коренным образом сокращаем основания внеплановых проверок. И по прогнозу с 1 января 2018 года количество проверок в стране уменьшится сразу на 30%, в дальнейшем мы уменьшим их еще на 10%. Проверки останутся только в жизни на важных сферах. Атомная энергетика, радиационный контроль, проверки, связанные с выполнением требований СЭС для детских дошкольных учреждений. Во всех остальных сферах будет работать профилактический контроль без наказания. А внеплановые проверки основания будут резко сокращены только по факту того, что произошел какой-то несчастный случай, страховой случай. Одним из значимых административных барьеров развития, можно, наверное, другой слайд поставить, если не ошибаюсь, да, являются информационные инструменты. У нас на сегодняшний день, можно другой слайд поставить, информационные инструменты, а нет, что-то это не то, назад, это не те слайды, к которым я привык. У нас на сегодняшний день порядка 1200 информационных инструментов выявлено. Что это за инструменты? Это различного вида отчетности, ну, одним словом, бумажный документооборот обязательный для субъектов малого, среднего, ну, вообще предпринимательства как такового. Все это издержки временные, самое главное, финансовые субъектов. На сегодняшний день ведется большая работа по их сокращению. Я думаю, что цель у нас, KPI, 1 января 2018 года минимум на 30% их сократить. Но это тоже работа, которая будет постоянно проводиться. Думаю, мы как минимум на половину информационные инструменты сократили. Дальше работа по сокращению количества разрешений. Вы знаете, что мы очень сильно систематизировали и сократили разрешительные документы для бизнеса. Если в 2011 году, если не ошибаюсь, было 1200 различного рода лицензий, разрешений, уведомлений, то на сегодняшний день их осталось там около 300. На 900 мы их сократили. Более того, они все систематизированы в рамках закона о разрешениях и уведомлениях. И если в перечне к этому закону данного вида разрешения нет, то это разрешение как бы не имеет силу. Но это только для разрешений, выдаваемых государственными органами. На сегодняшний день мы говорим о разрешениях, выдаваемых квази-государственным сектором и сектором естественной монополии. Все эти разрешения таким же образом уже в этом году будут упорядочены. И отдельным приложением к закону о разрешениях и уведомлениях лягут. Таким образом, у нас систематизировано упорядочены будут все разрешения, которые выдаются в стране на сегодняшний день. Следующий важный аспект – это ведение инструмента саморегулирования. Когда государство регулирует саморегулируемую организацию, а саморегулируемая организация уже полностью несет ответственность, осуществляет контроль за деятельностью своих членов. Здесь есть ряд аспектов, связанных с ответственностью, в том числе финансовой, с ведением саморегулированного в различных отраслях. На сегодняшний день данный институт на добровольной основе уже функционирует в букмекерской деятельности, экологическом аудите, налоговой консультации, пожарной безопасности. Хочу сказать, что мы рассмотрели уже на специально созданной межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности и одобрили введение саморегулирования в оценочной деятельности и в экологическом аудите. И сейчас идут споры по ведению саморегулированной нотариальной, адвокатской деятельности, аудиторской деятельности и вне ведомственной комплексной экспертизы проектов строительства. Думаю, что в ближайшее время мы какое-то решение по этим вопросам найдем. Как я уже говорил, большая работа ведется по ревизии законодательства на предмет выявления отраслевых барьеров, которые препятствуют развитию конкуренции. Здесь надо понимать, что у нас в стране в свое время так развивалась экономика, были какие-то исключительные права отдельным субъектам рынка выданы. Кроме того, так или иначе введены институты национальных операторов, национальных агентов и так далее и тому подобное. Все это делает недоступным определенные ниши для бизнеса. Наша задача рассмотреть необходимость существования этих барьеров на сегодняшний день и дать предложение по их ликвидации. Сейчас этой работой занимается специально созданная группа. В июне мы представим уже первые 30 законов, а вообще в этом году мы проанализируем порядка 100 законов и 500 подзаконных актов, и порядка 200 законов мы проанализируем в следующем году и 500 подзаконных актов, и эти барьеры мы дадим предложение по их ликвидации. Я думаю, что это будет ощутимым подспорьем бизнесу. Кроме того, речь идет также, как я уже говорил, о фронтальном снижении всех издержек. Это издержки, которые субъект бизнеса несет ежедневно. Они не являются, надо понимать, что отраслевыми барьерами. То есть на данный рынок можно зайти, но понеся какие-то издержки. Тоже эксперты здесь находятся, которые ими занимаются. Это издержки связаны с подключением к сетям, получением различного вида свидетельств и так далее и тому подобное. Большая работа будет проведена по их сокращению монетарному. И вся эта работа будет, как я уже говорил, оцифрована именно в монетарном понятии. Я надеюсь, уже к концу лета этого мы постараемся оцифровать и сказать бизнесу, сколько мы ему дадим экономии по деньгам. Но эта работа будет ежегодно выполняться. Я просто хочу сказать, что я сейчас вышел с предложением. Мы это исследование делаем ежегодным по фронтальным издержкам, по снятию отраслевых барьеров. Кроме того, вы знаете, что действуют, введены в 2014 году правила желтых страниц, Yellow Page Rule. И здесь большая работа тоже проводится. Мы сократили виды деятельности, которые осуществляются акционерными обществами и товарищами с ограниченными ответственностью, принадлежащими государству, практически на 50%. Это очень много ниш для бизнеса сейчас освобождает. В этом году тоже я дал поручение минимум на 10% еще эти виды сократить. Главным образом за счет видов деятельности квази-государственного сектора. В местных исполнительных органов мы ситуацию нормализовали. Главным образом за счет квази-государственного и за счет предприятия республиканской собственности. И идет полномасштабная приватизация. Все это как бы основы создания условий для того, чтобы бизнес мог функционировать на сегодняшний день. Ну в принципе базово это все, что я вам хотел сказать. Одного информации в рамках вопросов я думаю, что я отвечу вам. Спасибо большое. Сергей Махаш, спасибо большое. Очень интересный доклад. И что самое радует нас как предпринимательское сообщество, то что есть какие-то целевые индикативные показатели, которые систематически обновляются и работа продолжается на ежегодной основе. Еще раз, Сергей Махаш, спасибо большое. Я хотел следующее слово предоставить Эдварду Доналану, юрист и эксперт по вопросам регулирования и сотрудник компании Джейкобс энд Кордова, эксперт по регуляторной реформе с докладом цель регуляторной политики и роль оценки регулирующего воздействия при переходе к зеленой экономике. Эдварду, пожалуйста, вам слово. И не используйте слайды, потому что я думаю, что проблема с слайдами является, что вы end up talking to your слайд, rather than talking to the audience. Также, мои слайдами не так хорошо подготовлены, как мои депутатные министры. Слайдами дают вам picture of what's going on, whereas what I'm going to talk to you about is a little more abstract, so it lends itself to a conversation rather than a formal presentation. And, of course, if anyone has any questions, if there's time, you can interrupt me. But only if you ask me easy questions. If they're difficult questions, the rest of the panel is very distinguished. One of the things I've learned in the last 24 hours here is that this is a very dynamic country. And in a lot of ways, it's going to be a model for the future. Because it seems to me that the future has at least three elements. The first is information technology. And I see that everyone seems to have a mobile phone, which is a very good start. And secondly, green, sustainable economies. The idea of borrowing, burning and spending is for the past. Countries have to think in terms of the future. And they have to think in terms of sustainable economic development. These two themes, then, need to be supported by people. And I think this event is a very exciting one, because it brings together a group of people who, in turn, will influence other people and will enable a basis to be built for transforming your country into a leader in green, sustainable economic development. There are basically three things that I want to talk to you about today. The first and most important is the tool known as regulatory impact assessment. I don't know how that translates, but it's basically a tool that was firstly developed in the White House in the United States about 30 years ago. And it's a tool when making new regulations to assess the costs and benefits. So it's to try and make a decision about new regulations based on the need to keep costs to a minimum for businesses, for citizens, and for the administration. And the use of regulatory impact assessment has spread throughout all OECD countries and also to a considerable number of transitional and developing countries. So it's something that's come on the radars of public servants everywhere. And it's a mechanism for improving the quality of policy making. Regulatory impact assessment is usually part of a much wider process to improve the way government takes decisions and the way it regulates. And we've seen throughout most of the OECD countries is the development of a better regulation policy. In other words, a policy to ensure the quality of government decisions and to improve the quality of legislation. And the three tools used in this policy are regulatory impact assessment, public policy development, and consultation with the public. And then the third element is administrative simplification. And it seems to me that you've gone a long way here towards the process of simplifying your regulations. But before we get into that detail, I just want to go back a little bit and talk about how you put a green economy in place. And a lot of these things have already started here. But basically what you need for the development of a green economy is incentives for people to change the way they behave, to think in terms of dividing their waste between things that can be recycled and things that can be destroyed and turned into better energy. And the other dimension of policy then is regulations. You have to have a regulatory structure which encourages industries to transform into sustainable industries rather than industries that are simply set to burn and destroy the natural environment and the resources. And you also have to have taxation measures that encourage the use of things that are going to protect the economy. And you have to remove, which is something that's already taking place here, inefficient subsidies. So the policy basis of a green economy is that you have a good regulatory structure to encourage green growth and you also have a set of incentives in place, starting at the very earliest age of school children to educate them on the importance of thinking about the environment and the ways in which they as individuals can contribute. And then at the bigger level, the need to encourage industries to transform their processes to benefit the economy rather than just to make profits. So REIA is a tool, the regulatory impact assessment is a tool that's used to support better decision making. It's also used as a tool to gather information and it helps improve the quality of the inputs into regulations when they're made. And the tool of regulatory impact assessment is very, very simple in that it gives a structured process to policy making. And it requires those involved in the policy making process to think very carefully about the problem which they're trying to solve and then to think in terms of the alternatives. Traditionally, we tend to think that the law is the answer to everything. But there are other ways of achieving policy results that don't necessarily involve establishing a complicated regulatory system. Once you've considered the alternatives, the next issue in regulatory impact assessment is to weigh the costs and benefits of each of the proposals. And this enables you then to arrive at a more rational decision based on the best evidence available to enable you to make the right choice for the regulations. And then the process should continue both through the policy making process and then once your laws are in place you should also use regulatory impact assessment to analyse the extent to which the regulations are working and achieving their purpose. So it's a simple enough tool and it's relatively easy to calculate costs in terms of what it's going to cost business, what it's going to cost the administration to work the rules. The bigger challenge is how you measure benefits and this is less easy for example what is the value of a life saved or what is the value of a better educated child. And these difficulties can be overcome of course with careful research but even if you don't produce a perfect regulatory impact assessment the whole process of thinking about what exactly is the problem we're trying to solve are there alternative solutions and which of these is the best way to achieve a policy result. And once regulatory impact assessment is built into the policy process you have a greater incentive to make your decisions on the basis of facts and on the basis of rational analysis not just on the basis of what one politician decides is good for the country. The challenges of introducing RIA are that it's a relatively easy idea to grasp but it's not that easy to apply in practice. And most countries have gone through several versions of their original impact assessment because it needs to be improved and changed as situations change and as your understanding of impact assessment works. In order to be successful an impact assessment has to have strong political support. And I have the sense in this country that there seems to be a clear vision for the future there's a clear vision for the need for a green economy and there's also a clear need to improve the way government works. And so the political drive is crucial to the success of impact assessment. And you also need good guidelines and you need to train the civil servants. The impact assessment process also allows you to ask the right questions when you're solving a problem. I won't go into a great deal of detail but there's been a great deal of experience in different countries about impact assessment and only a few countries however have integrated the need to analyse policy proposals against the extent to which these proposals will improve the economy to enable it to become greener and to enable it to have sustainable growth. And the European Commission Germany and Australia have introduced regulatory impact assessment which covers not only the analysis of the costs and benefits to the economy but also the impact that a proposal will have on the development of a sustainable economy. And we'll just turn to the next slide which is, no it goes on a bit further than that to the last slide because I just want to show you a personal note that's slide 18 or 16 on it there we are you can all guess what that is go back a step don't go too fast go back to 16 16 this is one of or was one of the oldest steel mining plants in England and you can see the red smoke belching but where I lived was on the other side of that hill you see the green in the background and every morning you'd wake up the whole of the valley was covered in red smoke now if we turn to the next slide we see what it's like now it's a large garden centre so this is the kind of transformation we're hoping to achieve in the short term this will cause difficulties because a lot of people lost very high paid jobs but in the process of changing the environment living standards have improved and people have found jobs in other areas so thank you very much we'll have a more completed view of impact assessment and the issues for the economy and I hope afterwards we'll have some time for discussion thank you thank you for the invitation to participate for the、 big grandioso мероприятие После того, как было принято решение, мы проводим оценку регулирующего воздействия проектов, актов, мы проводим какие-то исследования, определяем количественные параметры, насколько будет взвешиваем сумму издержек и выгод как для бизнеса, так и для государства. Но, наверное, по прошествии определенного времени действия данных норм очень важно проводить и оценку дальнейшего фактического воздействия, чтобы понять, достигли мы тех целей или не достигли, а правильно ли был выбран тот инструмент регулирования, который мы все-таки решили применять. Поэтому, с этой точки зрения, проведение анализа фактического воздействия не менее важны, а где-то в какой-то этап для принятия дальнейших решений по жизни, дальнейшему существованию этой нормы, наверное, он более важен и их нельзя отрывать друг от друга. Ну, это так, такое вступление. Ну, а в целом, честно говоря, все предыдущие выступающие в целом-то сказали и довели основную мысль о том, какое должно быть регулирование. Тяжело, конечно, отрывать отдельное регулирование от бизнеса в целом и от регулирования бизнеса, который будет заниматься зеленой экономикой, который будет переходить в этот формат своей деятельности. Есть определенные особенности, но здесь было уже четко сказано, что регулирование должно быть, принятие решений по регулированию должно быть транспарентно, прозрачно, должно быть обсуждение в обязательном порядке с бизнесом, не только с бизнесом, а в целом с сообществом, потому что любая норма, она влияет не только на бизнес, но и в конечном счете на потребителя, которым является весь наш народ. Поэтому принятие решений должно быть транспарентным и регулирование, которое сопровождает, по сути, свой бизнес на всех этапах его жизненного цикла, то есть вот это все регулирование, нормы должны быть четкими, неоднозначными, не допускающими какого-либо толкования, должны быть четко понятны те цели и задачи, которые мы достигаем. То есть вот Серик Макаши рассказывал о том, что, во-первых, они с ним сокращают разрешительные процедуры, упрощают эти разрешительные процедуры, то есть те процессы, которые совершают, те административные процессы, которые сопровождают те разрешительные требования, должны быть однозначно понимаемы людьми, которые не позволяли бы как-то их толковать иначе, чем как подразумевалось. Точно так же рискоориентированные контроли. Об этом давно уже все говорят, но я буду говорить с точки зрения сейчас Евразийской экономической комиссии, так я ее представляю, но до этого я занимался этими же вопросами здесь, в Казахстане, но сейчас распространяем мы этот опыт и в первую очередь, конечно, опыт Казахстана, так как мы считаем, что этот опыт в Казахстане нашел, ну, не во всех сферах, но в определенных сферах, он нашел наибольшую такую реализацию, и поэтому этот опыт мы пытаемся распространить и на все пять стран-членов Евразийского экономического сообщества. Нами приняты решения Высшего Совета Глава Государства Евразийского экономического союза 26 декабря 2016 года, подписаны и начинается реализация правил регулирования торговли услугами и учреждениями. Что это за правила? Это правила, которые регламентируют как раз вот те все процессы с момента принятия решения о введении какого-либо регулирования, проведения контрольно-надзорной деятельности и формирования тех административных процессов, которые связаны с тем или иным регулированием. Сразу говорю, что эти правила обязательны для исполнения всеми странами, и четко прописано, что стороны, страны, то есть члены союза, будут их реализовать через имплементацию своего законодательства. То есть там прописаны те же самые вещи, процессы принятия решений, транспарентность, открытость, публичность, взвешенность всех решений, принятия всех решений, какой должен быть риск контрольно-надзорной деятельности, какие должны быть те процедуры, сопровождая административные, и которые сопровождают жизненную деятельность. Здесь вот присутствуют люди, которые непосредственно начинали эту работу, мне очень приятно, что они сейчас продолжают трудиться уже на родине, но всех этих людей я видел, и просто им отдельное спасибо за этот документ, потому что непосредственную работу, то и так же они очень активно участвуют в этой раме, не то что участвуют, они являлись зачинателем этой движения, нам осталось только продолжить и убедить другие страны. Для примера я могу сразу сказать, что один такой очень важный принцип, который внедрен в Казахстане, которого нет пока что ни в одной стране, но мы его зафиксировали в наших правилах, это принцип молчания знака согласия. Вы знаете, в законе о разрешениях и уведомлениях, вот здесь сидит Ерлан Бузурбаев, с которым вместе работали также сотрудники департамента развития предпринимательской деятельности, которые курируют данное направление. То есть, что он подразумевает, что если в определенный период времени и полномочный орган не согласовал, либо не выдал разрешительный документ, то по истечении этого срока документ считается выданным, разрешение считается выданным, согласование считается полученным. Это нам стоило очень больших трудов для того, чтобы это внедрить. Этот принцип был подписан и другими сторонами. Но вот один из тех немногих примеров, которых очень много в данных правилах, которые были взяты из казахстанского опыта, из тех документов, которые сейчас есть, в том числе из опыта ОСР, из директив по лучшим практикам. То есть, вот этим документом мы и внедрили. И в настоящий момент мы приступаем к мониторингу исполнения данных правил. Ну а если говорить о переходе на зеленую экономику, о том регулировании, здесь, наверное, вот это мое чисто такое, наверное, экспертное мнение. Есть один нюанс. Переход на зеленую экономику всегда – это экономики нового уровня. Это новые технологические процессы. Зачастую это отказ от существовавших технологических процессов, отказ от того оборудования, которое существует, которое функционирует. Естественно, переход на совершенно новое технологическое оборудование – это зачастую очень высоко затратный переход. И в первую очередь эти затраты понесет бизнес. И вот здесь, наверное, вот в этом и есть нюанс, что нужно очень тщательно и очень взвешенно подходить к выбору все-таки правильного решения. Много, то есть, здесь, по моему мнению, очень много фактов. Есть, никто не будет, конечно, если будет принято политическое решение. Ну, в принципе, мы будем считать, что она уже принята, что переход на зеленую экономику не обратим. Потому что те источники энергии, которые на настоящий момент применяются, их запасы не бесконечны. Они все, в принципе, можно и посчитать те сроки, которые нам отпущены для их использования. Поэтому этот процесс не обратимый. Но нужно понимать еще и готовность самой экономики к такому переходу. И поэтому вот здесь вот и будет самый главный момент – это принятие такого решения, введение какого-то нового регулирования новых обязанностей. Естественно, возникает обязанность это соблюдать. И это все тянет за собой соответствующие затраты. И не то, что иногда, а в основной своей массе это будет весьма затратной реорганизацией бизнеса. Поэтому вот здесь вот нужно очень-очень взвешенно принимать окончательное решение. Вот, наверное, вот здесь будет самый главный момент эффективности этих решений. Ну, как говорится, главное – не навредить. Но переход этот неизбежен. Поэтому, мне кажется, с учетом того, что вот и в данном случае, как один из инструментов принятия данных решений, инструмент АРВ, он потребует, и, наверное, это необходимо делать постоянно в ходе всей повседневной работы, он потребует своего, дополнительной своей такой проработки с точки зрения определения тех критериев по тем или иным параметрам. Ну, это такое мое мнение. Я хотел бы просто проинформировать, что с 1 апреля 2015 года в рамках Евразийской экономической комиссии проводится оценка регулирующего воздействия проектов решений, которые принимает комиссия, как наднациональный орган, ну, в той части, в которой ей такие компетенции делегированы. Ну, и в настоящий момент мы в рамках развития данного инструмента оценки регулирующего воздействия мы разработали, проработали переход на конкретные количественные показатели и переход дополнительно еще оценку фактического воздействия проектов решений Евразийской экономической комиссии, именно оценку фактического воздействия. Ну, до конца года мы пилотно надеемся эти проекты отработать И до конца года, утвердив эту методику, уже перейдем на конкретные количественные показатели и на оценку фактического здесь. У меня был немножко другой доклад, честно говорю, но с учетом того, что я выслушал предыдущих выступающих, пришлось скорректировать. Готовы ответить в дальнейшем на любые вопросы. Спасибо. Спасибо большое, Боржан Бесибаевич. Да, действительно, роль постфактумовая анализа, ее значение и роль не умаляет. Это действительно нужно посмотреть, а что же на выходе-то мы получили, какой будет окончательный фидбэк. Уважаемые друзья, у нас присутствует еще один спикер. Я хотел уделить, может быть, немножко больше времени его представлению. Это Багдад Мусин, председатель комитета по правовой статистике и специальному учету Генеральной прокуратуры. Именно с приходом Багдада в этот государственный орган, знаете, пошла новая струя. И мы, как предприниматели, это прекрасно понимаем, видим. И действительно, те инструменты, которые сейчас использует Генеральная прокуратура, они не могут не впечатлять. Я буквально сейчас сидел и загрузил программу, которая называется Комкор. Если предприниматель ее загружает, то к нему приходит информация, когда, кто к тебе приходит на проверку, прошел ли он контроль в Генеральной прокуратуре, можно задать вопросы. И действительно, у нас такая прокуратура очень стала смарт, электронная. И это не может не радовать. Они показали другим госорганам, как на самом деле надо работать. И это значительно повышает эффективность деятельности. И доносит общественности, в частности предпринимательству, очень понятный месседж о своей открытости, транспарентности и готовности защищать добросовестных предпринимателей. Я хотел предоставить Багдаду слово с докладом «Использование трендов для упрощения государственного регулирования и содействия зеленой экономики». Пожалуйста. Спасибо большое. О чем сегодня рассказать? И, наверное, подошел к нему не как работник Генеральной прокуратуры, а больше как эксперт в инновациях, в информационных технологиях и так далее. Становление АРВ – это важный проект в развитии Казахстана. Но есть одно «но». У нас любая инициатива разбивается об человеческий фактор. Почему? Потому что люди, они на то и люди, чтобы сомневаться, находиться в эмоциональном каком-то состоянии, постоянно находиться под воздействием настроения, чтобы при принятии каких-либо решений. И мой доклад больше посвящен тому, чтобы все-таки использовать современные тренды. Предыдущие выступающие говорили, что сейчас у каждого в кармане есть сотовый телефон, и есть социальные сети, есть механизмы, методы краудсорсинга, интернета вещей и так далее. Это тренды, от которых мы никуда не убежим, и мы должны использовать их бенефиты, то есть их возможности для того, чтобы упростить систему госрегулирования. Каким является безупречный контролер? Вот я задавался вопросом, на самом деле пришел к одному ответу, невоодушевленным точно. Пример, который я приведу на следующем слайде, это пример, как Америка использовала возможности социальных сетей для контроля, восстановления леса после масштабного пожара. Выделялись большие деньги после пожаров, ряда пожаров, прошедших по Америке, и люди задались вопросом, а кто же контролирует восстановление леса, и как это будет происходить. Сначала думали, что надо фотографировать и облетать на вертолете, и выкладывать фотографии в интернете, тоже, в принципе, неплохое решение. Но потом решили очень простой способ применить. Туристические тропы, которые по этому лесу проходили, они там установили вот такие таблички. Что значат эти таблички? Там написано, если ты хочешь, как говорится, помочь именно контролю восстановления леса, пожалуйста, поставь сотовый телефон вон сверху вот той таблички, сфотографируй то, что происходит там, за этой табличкой, и отправь под хэштегом Morgan Fire Zero Two, то есть под хэштегом этого события, в Инстаграм или в Твиттер эту фотографию. А лесхоз хозяйства, которая сидела в Нью-Йорке, просто анализировала, написала маленькую программу, которая собирала эту информацию из различных социальных сетей, под этим хэштегом, и сравнивала в динамике эти фотографии, динамики во времени, сравнивала фотографии, которые собрала просто с помощью простых граждан Америки или туристов, и выявляла, как идет восстановление леса. Таких табличек по лесу, видать, было очень много. И, соответственно, без использования вообще человеческих ресурсов, Америка наладила контроль восстановления лесов Америки. И это вот один из примеров, когда общественный контроль и вовлечение общества эффективнее, чем вкладывание больших денег в какие-то технологии или в какие-то различные проекты, это намного лучше работает, и, соответственно, общество вовлечено в процесс контроля и надзора. Следующий тренд, про который я хотел бы рассказать, это тренд интернета вещей. Что это такое? Сегодня мы знаем, что все вещи, которые выпускаются в современном мире, они имеют возможность передавать информацию на сервера. Будь то последние разработки в автопроме, то есть Тесла и так далее, и так далее, будь то холодильники Самсунга, которые я видел в 2006 году, холодильник Самсунга в 2006 году мог в Корее заказывать еду самостоятельно, без участия человека. В него была загружена просто карточка хозяина, холодильник знал, что в холодильнике должно находиться два кефира и два литра молока, и при отсутствии пачек молока в холодильнике, холодильник сам заказывал еду. Я эту разработку видел в 2006 году, в 2007 году, извиняюсь, при посещении главного офиса Самсунга. И вот с того времени мне не дает покоя одна вещь, что в целом мы много говорим о госрегулировании, об упрощении госрегулирования, об инновациях. В соседнем кабинете, в соседней аудитории идет обсуждение национального технологического плана развития страны и так далее, и так далее. Но вот элементарных вещей мы все же не делаем. Сколько зарабатывают энергетические комплексы страны? Ну, наверное, немало. И почему бы на этих энергетических комплексах, которые выпускают эмиссию и разрушают нашу атмосферу, не установить датчики? Они не дорогие, они очень дешевые. Датчики, которые бы автоматически передавали на сервер информацию о том, какой уровень сегодня эмиссии или выбросов, как говорится, данный объект произвел. И при превышении эмиссии сервер просто автоматически выписывает административный протокол. Вот как сегодня фотоаппараты, мы привыкли же к фотоаппаратам, которые на дорогах, это не гаишник, которым можно договориться. Фотоаппарат сфотографировал, отправили тебе домой по почте, как говорится, уведомление, и ты просто обязан заплатить. Никто с тобой спорить не собирается. Правильно сделал, ты как ехал, задом, передом, без разницы. Превысил скорость, оплати. То же самое по ТЭЦам и по ГРЭСам. То есть всего лишь установить датчики и сделать маленькую программу, которая просто будет учитывать все в базе данных и автоматически будет выписывать все эти протоколы. Это несложно. Мы к этому должны прийти. И такой же пример на следующем слайде. Такой же пример я могу привести по предприятиям, осуществляющим сброс, выбросы, которые сбрасываются в воду. Тоже на сегодня трудоемкий процесс. Там ходит кто-то, колбах, замеряет, еще что-то делает. Но на самом деле вот в Дании, вот там маленький рисунок, установили такие буйки, они автоматически тоже на сервер всю информацию передают. И никто ни у кого не спрашивает. Просто передается вся информация и автоматически компьютер принимает решение, не человек. То есть мы должны к этому безусловно приходить. Столько денег тратим на всякие инновации, а вот такие вот простые вещи в принципе не можем реализовать. Следующий слайд, я хотел бы, ну это, наверное, прежде чем об этом говорить, я хотел бы чуть-чуть отвлечь ваше внимание на тот факт, что сегодня, например, органы СС проверяют рестораны, которые уведомили о том, что они открываются. А вот те предприниматели, которые продают самсу на базаре, они никогда в жизни не будут уведомлять нас о том, что они собираются открыть точку по продаже самсы. Я говорю, что тот, кто вложил 100 тысяч долларов в открытие ресторана, он страдает больше, чем тот человек, который продает самсу на базаре. И к тому человеку, который вложил 100 тысяч долларов, и у него болит голова о том, чтобы вернуть эти инвестиции, к нему приходят больше проверяющих, чем к тому, кто продает самсу на базаре. А где сопоставимость, да? То есть мы помним тот факт по Астане, когда один ресторан, отравив определенное количество людей, просто закрылся, хотя вложили в него по тем временам около 300-400 тысяч долларов. Мы помним, когда он закрылся, когда просто перестали люди туда ходить. Пускай рынок регулирует. Зачем вообще? Надо порог установить. Свыше 50 тысяч долларов вложил в бизнес. Все, к тебе не приходит орган СС. Пускай рынок регулирует. Потому что тебе, как бизнесмену, интересно, чтобы к тебе люди приходили. И ты будешь контролировать все самостоятельно. Если ты, не дай бог, кого-то сегодня отравил, завтра такой хай-вай в социальных сетях будет, что тебе вообще никто не будет приходить. Поэтому вот этот сдвиг парадигмы, он должен произойти. То есть, когда вот АРВ будет, я боюсь, что опять же будет человеческий фактор в том плане, что туда будут госорганы приходить, это будет комиссия, туда будут госорганы приходить, доказывать свою, как говорится, необходимость повышения требований в том или ином регулируемой ими сфере. И будут такими словами разбрасываться. Здоровье нации, экологическая катастрофа и так далее, и так далее. То есть, мы же все знаем, я вот здесь работаю три месяца, когда я только закрываю какую-либо проверку, ко мне звонят и говорят, вы что там, сейчас нация полностью там, я не знаю, что с ней случится, и так далее, и так далее. То есть, я понимаю сейчас вот НПП, который всегда, как говорится, выступает с другой стороны, и как это тяжело. Когда их начинаешь слушать, государственных органов, когда они начинают тебе говорить, что это все там обернется большой, экологической катастрофой или еще чем-либо, просто невозможно под твоими эмоциями запретить проверку. Поэтому здесь, мне кажется, больше надо переходить к такому здравому смыслу, что если ресторан открыт с большими инвестициями, ну он не дурак, наверное, чтобы брать там протухшее мясо и пытаться там из него сделать стейк. А вот те люди, которые действительно продают самсу, их больше надо проверять. Они действительно губят здоровье нации. И те люди, которые у них покупают эту самсу, они меньше всего заботятся о своем здоровье, им лишь бы подешевле покушать. Поэтому все это сопоставляя, мы предлагаем вот такой вот механизм, чтобы каждый киоск, который продает самсу или донеры, или еще что-либо, он клеил QR-код, через который можно вычислить этот объект. Он вообще состоит в реестре? И он уведомил государство, что он начал торговать эту самсу? Да, мы очень сильно упростили, как говорится, разрешительную систему. Но вот здесь, мне кажется, где действительно есть моменты касательно здоровья нации, мы не хотим, я не говорю, что давайте это сделаем в виде разрешения. Нет, это результат уведомления. То есть человек уведомил, открывает киоск по продаже самсы, но пускай он получит QR-код и наклеит его, как говорится, на видном месте, чтобы человек мог любой проверить и удостовериться с помощью нашего приложения Камкор, которое мы так сильно сейчас тиражируем. Следующий слайд, это Open Data, тоже тренд, то есть открытые данные. Мы говорим, что вот мы создали карту проверок на нашем сайте Камкор.ГовКиЗ, эта карта проверок уже доступна. В ней есть все результаты проверок. То есть мы сейчас там проверы привели по общепитам, а в целом можно выводить туда всю информацию о проверках. Когда кто выходил, какие нарушения были и так далее, и так далее. И Open Data на самом деле это не только открыть информацию на сайте, это предоставить информацию в машиночитаемом формате. То есть чтобы программисты, приложения могли оттуда брать информацию и использовать эти данные в своих приложениях. Мы это сделали с крыши Киезет, а вот карта уголовных правонарушений, есть такая у нас там вся информация об уголовных правонарушениях, нанесенная на карте. Когда я пришел, мне генеральный прокурор сказал, вот твой приоритет, этот проект находится в плане нации, поэтому ты должен его развить, чтобы люди туда заходили. Ну я начал спрашивать у людей, почему вы туда не заходите? Вроде вся информация есть, она интересная. Что около твоего дома происходит, то есть где какие кражи были и так далее, и так далее. Но на самом деле человеку каждый день это неинтересно смотреть, поэтому там не будет эта информация полезна для общества. И мы интегрировали наши данные с крыши Киезет, и сейчас любой пользователь крыши Киезет может видеть на карте, есть ли, то есть при покупке недвижимости, или при продаже, или при взятии в аренду недвижимости, ты можешь посмотреть, какова там именно степень криминогенной обстановки. То есть мы именно предоставляем в API формате, то есть в машиночитаемом формате, данные для программистов, чтобы они использовали их при разработке различных предложений. Спасибо за внимание, в принципе вот мое короткое выступление. До свидания. Импульс, коллеги, да, и то, что высший надзорный орган подходит именно с такой точки. И мне кажется, здесь с другой стороны, вот вопрос все-таки саморегулирования тоже важен. Почему? Потому что репутация сейчас становится уже ценностью. Если когда вот лет 10-20 назад мы вышли из Советского Союза, еще было сейчас очень многие серьезные бизнесмены думают о своей репутации. И вот здесь, Сергей Махашевич, может быть нам действительно подумать и какой-то пилотный проект и совместно с Генпрокуратурой мы готовы, как национальная палата, инвестировать, сделать некий пилот действительно по ресторанам, допустим, Астаны. Да, совместно с TripAdvisor, я не знаю. То есть эту идею мы можем же очень красиво упаковать. И если рейтинги будут, и они будут заточены системой управления рисками, то тогда все заработает. Как вам идея? Давайте подумаем, почему. Потому что это действительно, и мы как национальная палата можем поддержать. И если в дальнейшем мы это каскадируем, мне кажется, это будет очень хорошим показателем взаимной работы Министерства нации, экономики, Генеральной прокуратуры и палаты. Там это, Руслан, буквально маленькая реплика. Я вот когда мы с Багдадом совещание ввели, прокуратура сказал, здесь есть, безусловно, полезная вещь и для нас, и для вас. Но вот тот субъект, который красным отмечен, он два раза наказывается. Его там наказали один раз, а потом навечно наказали второй раз. Ну, нарушения же разные бывают. Есть эти вопросы. Я понимаю, люди отравились, там, наверное, это серьезно. Но мы уже, наверное, к дискуссии переходим. Есть эти вопросы. Мы, кстати, Генеральной прокуратуре тоже говорили, что они должны обновляться. Если человек убирает, то это должно... Ну, в истории, конечно, оставаться, но это не должно подрывать в данном случае. Следующее слово я хотел предоставить... Прошу прощения. Если можно, короткая тоже реплика по последнему. Все это хорошо, все это замечательно. Но не надо увлекаться всеобщим уведением всеобщего уведомительного порядка. Вот большая просьба. Нужно посмотреть так процессы. Потому что те объекты общественного питания, которые хотят заниматься, они проходят обязательно, получают обязательно санэпидзаключение. Наладьте только нормальное взаимодействие между органами СС, налоговиками и прочими. Не нужно никого уведомлять, не нужно никого обязательно уведомлять. Информация будет доступна всем. Введение всеобщего уведомления, это все равно репрессивный метод. Я понимаю. Здесь, как ни старайся, это пчелы против меда. Поверьте мне, мы с Сергеем Махашевичем это очень часто обсуждаем, эти вопросы. И связи между проверками и несчастными случаями нет никакой. Поверьте, статистика об этом говорит. Но давайте мы обсуждение чуть позже. Давайте нашу минимальную рабочую программу выполним. Следующее слово я хотел предоставить Елене Калюжновой, директору Центра Евразийских исследований, вице-декану Хайндли Бизнес Школы Университета Рейдингтона, профессору, пожалуйста, между правительством и бизнесом. Спасибо. 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 When I was invited to give a presentation on the green economy, I was thinking that I will probably take you away from the details of nitty-gritty discussions between government and the green entrepreneurship. And I will just bring you to the more philosophical ideas. Next slide, please. What I would like to do now is to explore, together with you, the development of green entrepreneurship. This notion is completely new for Kazakhstan. And its potential role which this green entrepreneurship could make towards a greener economy. So, a lot of things about green. Next slide, please. Before we do anything about entrepreneurship, I just wanted to bring your attention on the five policies for the green economy transition. If I would say to you that green economy and entrepreneurship, that would be only one side of the equation. We need to remember the economy and dichotomy of the relations, not only between the government and business, but also we need to remember about consumers. So, the generation of the demand and the creation of the markets would be the most important thing for the green entrepreneurs. We might create green businesses, but if there is no demand, we know what might happen next. And, of course, it is already mentioned here, research and innovation, but also it is very much about Kazakhstan. Kazakhstan is a very open country, so promotion of internationalization and taking their attitude towards the best in the world certainly would bring all this together. But, nothing will be sustained if we wouldn't have access to the finance in the previous panel was discussing the possibility and the finance of the greener economy. So, basically, all these variables are crucially important and they complement each other, which is why, this is my framework for the understanding how green economy could survive and thrive or could collapse. Next slide, please. Next slide, please. So, we talk at the panelists today about regulatory instruments. Today, I was listening a lot about green economy, and it's just confirmed my view, and it's not only my view, that green economy is still defining and evolving process. It's still emerging concept. And, it would be very much up to the country, individual country, and in this case to Kazakhstan, to define what the green concept is all about. And, obviously, the role of the government is quite crucial and important here. What we could see is that the government certainly has a number and ample of opportunities to employ different instruments related to the mandatory technical regulations and voluntary standards. It could include information-based instruments to achieve desired green outcomes. It could promote and embedded the greener entrepreneurship. And, certainly, all these would lead to the more productive use of the resources and enhance greener markets and will bring us to the more sustainable economic growth. Next slide, please. So, here, when I was trying to merge these two concepts together, government desire as well as business desire, which is what essential government commitments to support green economy would be. Kazakhstan is already on its way, developing a green policy framework, a legislative basis, clear understanding the rules of game for this greener entrepreneurship. And, obviously, all these will enable Kazakhstan-based business to compete on a green low-carbon supply chain where Kazakhstan has expertise. But, the question is where Kazakhstan doesn't have expertise, which is where the entrepreneurs need to work with the government and find its own niche and find its own expertise. It's very well to have international experience, but it's still need to look inside and see the talents, the scope and opportunities within the country itself. Work together and help each other to understand the same process from different sides, what is very much about the government commitments and the business response to this. Next slide, please. Next slide, please. So, what we need to understand here, it's certainly that the innovation would be important to bring in this greener entrepreneurship. We talk about the education, we talk about research and business sector, society, hospitals, schools, community services, it's all there. Like, like if you want the greener infrastructure. Bridge building research infrastructure, which is related to equipment allocation, to common use spaces, human resource linkages, condition for experiments, for the business ideas, testing the business ideas and business labs, spin-off and start-up mechanism, and strengthening of the small and medium businesses' competences, business support in the greener economy. Next slide, please. Next slide, please. So, here, I was trying to look at the relation of matching entrepreneurial capacities and opportunities. As you could see, the opportunities on the X axis could be quite enormous, but there is obviously entrepreneurial capacity which might be limited, which is when the imbalance between the opportunities and capacities might rise. So, it's quite important, although it's very schematic here, it's quite important to understand where this mismatch is taking place, and what it could be achieved in order to balance this disturbed mechanism. Next slide, please. Next slide, please. So, what would be the features of entrepreneurship? Certainly, we see certain vulnerability being a bullet, a weak bargaining power. They need to look at the necessity-based versus opportunity-based. When we look at the entrepreneurs' startups as meta, and when you were discussing, for example, their ideas, should we punish the entrepreneurs, should they pay twice for the mistakes, it's all need to be taken into account as a history of the development of the startups. Source of success, so it's important to see what kind of entry skills, what kind of entry mode, attitudes, and why the ecosystem is all about. We cannot just simply look at the entrepreneurs and see the process for itself. It's very well established the regulatory and even the punishment mechanism, I'll just take you away from this presentation and I'll just tell you a very little story from Henry Business School. In my role, I have to assess the plagiarism cases of the students who would copy their essays instead of writing themselves. So when they come, I've got the instruments to decrease their marks, to expel them from the university, etc. But every time I look at the situation that punishment is only one side, but education is another side. So I think it's important the same way here. It's very well to give zero mark to the student and say go away and now we never see you again, or to consider this also, I consider this as my own fault. If I didn't, as a teacher, bring that message clearly, then I need to come back to this and revise and find a way for the student to understand what this plagiarism is all about. The same here, I understand that the scale might be quite different, but the responsibility should lie on both sides, on the government as well as all on the companies. Next slide, please. So what they needed? The entrepreneurs, especially the green entrepreneurs, needed finance with stats from that policies, when they need paying customers. It's very important to create this pool of customers, because if it was not before the custom to use the green projects or green products, it would be quite difficult to sustain business in the long term. So, unique and protected ideas should also be looked after. It should have dedicated staff, and here again, it's probably the role of the entrepreneurial unions, the role of the government would also have paramount importance. Partners in professional service support would obviously be a desirable outcome. Next slide, please. So, if we look at the layout, Kazakhstan is definitely an oil rich country. Would it be this shift? What should be required here? Government on one side, business, greener business on another side. Individuals moved between green and conventional business, evolving over time, such which is fluid and blurry rather than the static state. So, it's very much not only hope, but all signals that Kazakhstan is moving to its own model of the greener economy. And what is going to be the right energy mix? That would obviously time give us the answer on this question. But no doubt that from oil rich to greener growth and from the greener growth to the more sustainable economic growth and economic greener economy. Thank you. в нашей республике, и прежде чем начать, я бы хотел начать с такой небольшой предыстории, как я на самом деле познакомился с этим анализом, а сам анализ у нас был внедрён, как вы знаете, в 2015 году, но в 2013 году, обучаясь в Соединённых Штатах, там были такие дисциплины, как decision making, cost benefit analysis, которым я на самом деле не уделял большого внимания. Разъяснялись там следующие подходы, что любое управленческое решение, оно должно быть очень тщательно проанализировано, должны быть у него определённые альтернативы, то есть из этих альтернатив, каждая альтернатива должна быть анализирована, также монетизирована на предмет издержек, в последующем, то есть какой из этих альтернатив наиболее целесообразно принимается решение. То есть имея уже на тот момент опыт работы в государственном органе, то есть непосредственно до этого занимался разработкой ряда законодательных актов, принимал участие в разработке, также в согласовании ряда законодательных актов, я понимал, что решения на тот момент в нашем государстве принимались достаточно примитивным способом, то есть создаётся какая-то проблема, спускается поручение, согласно этому поручению собирается круг умных людей, обсуждает эту проблему, принимает решение, и это решение уже отложится в основу законодательной инициативы. И точно на тот момент такие подходы и такая дисциплина, которую я изучал за рубежом, для меня представлялась как бы неприменимо к нашей реальности на самом деле. Но в 2015 году у нас был внедрён институт анализа регуляторного воздействия, и целым механизм принятия управленческого решения на самом деле был изменён. Прежде чем перейти непосредственно к анализу, я хотел бы проиллюстрировать, привести в пример такую иллюстрацию международной практики. Есть такая иллюстрация в виде аквариума, где находятся рыбки. Рыбки – это бизнес, а вода, наполненная в аквариуме – это регулирование. То есть, по сути, рыбки, они должны там среди этого регулирования развиваться, расти и так далее. Для того, чтобы рыбкам этим благополучным было в этой среде, вода должна быть чистой и прозрачной. То есть, сфера регулирования должна быть чистой и прозрачной. Что необходимо для того, чтобы сфера регулирования была таковой? Необходимо два основных фильтра. Первый фильтр – это тот, который очищает ту воду, которая уже находится в аквариуме. И второй фильтр – это который стоит на шланге, из которого вытекает новая вода, то есть вода, из которой обновляется. То есть, здесь в качестве регулятора, регулирующего госоргана, как раз-таки проводится параллель между рукой и регулирующим государственным органом. Сегодня мы, по сути, поставили один фильтр – это фильтр на шланге. То есть, сегодня анализ регуляторного воздействия, он фильтрует то, что исходит от регулирующих государственных органов. Следующий слайд, пожалуйста. Сам, вот между казахстанским опытом и международным опытом есть определенная дистанция. То есть, от кого-то мы оставили на полвека, более чем полвека, от кого-то мы отстали на четверть века. С одной стороны, это плохо, но есть положительные моменты. Мы также не идем вслепую. То есть, есть куда оглядываться, есть кого брать пример. То есть, мы как и положительные, так и негативные стороны берем. Знаем, что ряд стран, они, по сути, на этапе становления анализа регуляторного воздействия сталкивались с теми же проблемами, что и мы. То есть, это в самом начале низкой поддержкой, политической поддержкой, с качеством выдаваемого заключения и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде приводятся этапы развития анализа регуляторного воздействия в нашем государстве. В 2014 году была принята концепция по регулированию предпринимательской деятельности до 2020 года. В рамках нее была заложена необходимость развития такого института, как АРВ, в последующем в целях реализации данной концепции мы в рамках закона о частном предпринимательстве, который был в последующем поглощен предпринимательским кодексом, были заложены основы, согласно которым любое ужесточение регулирования предпринимательской деятельности должно проходить процедуру анализа регуляторного воздействия. Также в феврале 2015 года был принят подзаконный акт, где четко регламентировался весь процесс прохождения анализа регуляторного воздействия, процесс прохождения общественных обсуждений и так далее. В конце 2015 года было создано управление по регуляторной политике, состоящее из шести юнитов, шести человек. И можно сказать, что с начала 2016 года, то есть институт полноценно начал свою работу. Следующий слайд, пожалуйста. Хотел пояснить о результатах, которые нам удалось достигнуть в 2016 году. В целом за 2016 год было выдано Министерству национальной экономики 216 заключений, 153 из которых были направлены на доработку, 47 в целом заключений были выданы о нецелесообразности предлагаемого регулирования, 26 положительных заключений. Но из 26 заключений следует отметить, что 3 заключения уже на стадии Межведомственной комиссии по регулированию политической деятельности, возглавляемой первым заместителем премьер-министра, также было выдано отрицательное заключение, то есть регулирование было введено. О чем это говорит? Говорит это о том, что по сути фильтр на сегодняшний день установлен, и он, получается, фильтруется вплоть до... Точнее, любое ужесточение рассматривается вплоть до политических площадок, то есть в состав МВК по регулированию политической деятельности в своем подавляющем большинстве входят как раз-таки политические управленцы государственных органов. На самом деле при введении анализа регуляторного воздействия Министерство национальной экономики сталкивалось также с определенными проблемами, то есть нежеланием государственных органов проводить данный анализ, сопротивлением были и обиды, и угрозы, то есть, ну, это все благополучно было преодолено, то есть в основном за счет, наверное, поддержки политического руководства, государства, премьер-министра. Следующий слайд, пожалуйста. Немаловажную роль играет в развитии института анализа регуляторного воздействия, это общественное обсуждение. Мы сегодня понимаем, что есть определенные проблемы, потому что достаточно узкий круг предпринимателей и бизнес-сообщества участвует в общественных обсуждениях, но на то есть определенные причины. Сегодня, согласно правилам проведения АРВ, то есть регулирующему государственному органу, достаточно опубликовать объявления на своем сайте и проводить общественные обсуждения. Конечно же, широкий круг предпринимателей не знает даже, что, ну, не каждый предприниматель на самом деле заходит на тот или иной сайт государственного органа, и то есть не знает даже, что его деятельность ужесточается. То есть здесь мы предложили, предполагаем, пойти по нескольким путям, то есть создать страничку в социальной сети, в Facebook. Такой же опыт имеется у Российской Федерации. И второе, мы также хотим в приложении Комкор, ранее который докладывал Багдад Мусин, предусмотреть также раздел, посвященный анализу регулирующего воздействия. То есть в случае какого-то определенного там ужесточения, будет приходить, ужесточение, и когда будет государственный орган проводить общественное обсуждение, будет приходить пуш-уведомление на телефон предпринимателя, либо какая-то новостная лента, это мы будем еще детально прорабатывать, но концептуальное решение, вот именно закрепление в приложении Комкор раздела анализа регуляторного воздействия уже имеется. Следующий слайд. Также у нас есть определенный вопрос касательно круга, где будет применен анализ регуляторного воздействия. Сегодня мы его применяем только на уровне центральных государственных органов, то есть когда регулирование закрепляется приказами министра, постановлениями правительства, либо законодательными актами. Но у нас, как мы знаем, проводится политика по разграничению полномочий, и очень много полномочий передаются в местные исполнительные органы, и поэтому местные исполнительные органы оставлять без какого-то фильтра и без какой-то аналитической процедуры, конечно же, нельзя. Поэтому мы в текущем году также предусматриваем поправки в предпринимательский кодекс, где предполагаем охватить все, точнее, дать возможность анализу регуляторного воздействия, охватить все регионы нашей страны, то есть любое решение Акима, Маслихата, также будет проходить процедуру анализа регуляторного воздействия, и предприниматели на местном уровне также будут иметь возможность участвовать в регулировании своей деятельности. Следующий слайд. Я в самом начале слайда приводил пример про аквариум с рыбками, то есть я говорил, что мы установили всего один фильтр, где вводится регулирование, но чистка действующего регулирования у нас до сих пор не налажена. Мы очень долго думали, то есть как сегодня наладить то регулирование, которое имеется. Мы предполагаем предусмотреть определенные планы, где каждый регуляторный инструмент будет проходить свою процедуру соответствия, целесообразности, но мы не можем охватить все правила, все законы и заложить их в планы. Поэтому мы решили пойти по пути анкетирования, то есть выявить те насущные проблемы, которые сегодня имеются у предпринимателей, их закладывать в планы пересмотра регулирования государственных органов и их уже пересматривать на площадке Межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности. Также анкетирование, то есть здесь я хотел пояснить, что подразумевается не бумажное анкетирование с регионов, не только бумажное анкетирование, предполагаемое также запустить в социальных сетях, на интернет-ресурсах, возможно и в том числе и в приложении Комкор, о котором ранее говорилось. Следующий слайд. По анализу регуляторного воздействия у нас также есть определенный вопрос, связанный с наднациональным законодательством. Есть такие случаи, когда принимаются решения Евразийской экономической комиссии как наднационального органа и потом уже, когда приходят, хотят это решение имплементировать в законодательство, у них сегодня законодательная обязанность, что любая законодательная инициатива должна проходить процедура РВ. Но как быть в данном случае, когда уже принимается наднациональное решение, мы здесь в чем смысл проводить эту процедуру, также как бы не видим и считаем ее нецелесообразной в данном случае. Но здесь по сути два пути решения, то есть это первое, предусмотреть определенную оговорку, то, что принимается наднациональным уровнем, то не должно проходить процедуру анализа регуляторного воздействия, либо запрашивать анализ регуляторного воздействия на те решения у государств сторон. То есть каждое государство-сторона, она проводит АРВ, согласно принимаемому решению наднациональным законодательством. Но эти вопросы нам предстоит проработать более детально с ЕЭКом. Боже мой, Бессимбайович, наверное, скорее всего с вами. Ну, думаю, найдем какие-то пути решения в этом вопросе. В целом, благодарю за внимание. На этом доклад окончен. Если есть какие-то вопросы, готовы на их ответить. Спасибо. Спасибо большое. Если позволите, сразу я прокомментирую последнее замечание. Что касается анализа регуляторного воздействия проектов решения ЕЭК, то в том случае, почему это... Можно в микрофон поближе? Почему это важно? Дело в том, что если проводится такой анализ в стране, он обязательно прикладывается к страновой позиции. Страновая позиция, в большей степени вы понимаете, что это все-таки позиция органов-регуляторов, которую мы получаем у себя в ЕЭК, формирует ее точно так же Министерство национальной экономики, подразделением которого является и Департамент развития предпринимательской деятельности. Поэтому нам очень важно при рассмотрении этих вопросов именно на площадках ЕЭК и видеть вторую сторону. Ну, а что касается необходимости, мне кажется, ну, попробуем порешать этот вопрос, но все-таки такую необходимость мы все-таки видим. Дело в том, и при том, что в отношении технических регламентов Союза такое положение о необходимости проведения АРВ четко забито в правилах проведения АРВ в Казахстане. Хорошо, спасибо большое. Следующее слово я хочу предоставить Шамиле Яникееву, управляющему директору УКСОР Международного центра и директор и организатор Международного энергетического центра Европейского университета в Санкт-Петербурге. Тема доклада «Казахстан и интернет новых возможностей. Зеленая энергетика, зеленый транспорт и международное сотрудничество». Шамиль, пожалуйста. Я буду говорить по-русски, но всегда сложно выступать последним, потому что многие вещи, о которых я хотел сказать, уже были сказаны. И по ходу нашей дискуссии, я думаю, что мы эти вещи еще затронем. Я хотел бы заострить внимание на нескольких вещах, которые, я думаю, дадут почву для размышления друзьям и коллегам в Казахстане. Первый момент, о котором я хотел заострить внимание, то, что переход к зеленой экономике невозможен без участия государства. Либо с помощью субсидий, либо с помощью долевого участия в структурах частных, государства частного партнерства, в создании компаний, которые будут заниматься развитием каких-то определенных направлений. В тот же момент хотелось бы сказать, что переход к зеленой экономике будет происходить намного быстрее, чем вы даже думаете. И это будет связано с тем, что, конечно, будут определенные препоны, но здесь есть определенные моменты, что в ближайшие несколько лет будут происходить очень серьезные изменения в области развития новых технологий. Поэтому, когда вы смотрите на все вот эти предсказания, которые здесь уважаемые крупные нефтегазовые компании вам дают, там прогноз развития энергетических рынков до 30-го года, до 40-го, до 2040-го года, как говорят англичане, take it with a pinch of salt. То есть осторожно относитесь к этим предсказаниям, потому что вернемся давайте в 20-й век. Мы сейчас в 2017 году предсказывать, каким будет выглядеть мир в 17-м году, в 1917 году, как он будет выглядеть в 35-м и 40-м году, и что произошло за этот период, вы можете представить. То есть мир, как он меняется сейчас, он намного быстрее будет происходить, какие-то события. Поэтому предсказания эти относительно к предсказаниям не как прогнозы, а именно предсказания того, как будут развиваться энергетические рынки и мировая экономика. Значит, естественно, что еще один ключевой момент, на который я хотел бы заострить внимание, это то, что вам следует уделить в самое приставное внимание то, как будет субсидироваться развитие зеленой экономики, зеленых направлений в области энергетики. Потому что, например, недавний пример, начало июня месяца, когда в Дании упало, буквально за последние несколько месяцев, упало потребление, продажа электроавтомобилей на 60 с лишним процентов из-за отмены субсидий. Значит, в соседней Швеции при присутствии субсидий продажа электроавтомобилей увеличилась на 80 процентов. В Европейском Союзе в общей сложности развитие электроавтомобилей в среднем 30 процентов. Но, опять-таки, мы смотрим это в рамках одного-двух лет. Если вы пообщаетесь с людьми, кто, например, занимается проектированием того, как будет развиваться Лондон, Москва, Париж и другие крупные города, у вас уже вот в Астане уже ощущение пробок, уже есть. Город в ближайшие 20 лет не будет справляться с количеством автомобилей у вас. И у вас станет такая же задача, проблема, которая возникла у Лондона, у Москвы. Это уберизация транспорта. Уберизация транспорта означает, что людей фактически будут созданы такие регуляторные рамки, когда вам будет запрещен въезд в город. В 2030 году в Лондоне будет запрет введен на въезд в центр города частных автомобилей. Значит, вам это предстоит, но предстоит, возможно, немного дальше. Поэтому здесь нужно смотреть о том, как быстро меняется мир, потому что вы можете развивать какие-то направления, но мир изменится за 10-15 лет так, что вы просто потратите время и силы и деньги на какие-то направления, которые потом не будут совершенно здесь востребованы. Значит, по поводу структуры сектора. Здесь много говорилось о том, что нужно создавать условия для частных предпринимателей, да. Если вы реально хотите сделать рывок, вы без государственного участия, без участия госкомпаний не сделаете, либо государство-частное партнерство. В Южной Корее есть интересный пример Чаеболоса, вот этих госструктур, с помощью которых с Южной Кореи перешла от аграрного развития к развитию инновационному развитию технологий. Поэтому, когда вам целыми днями рассказывают, что здесь все должно быть частным, это неправильный подход. Казахстан – это евразийская страна, и вы должны брать самые лучшие, так сказать, опыты и модели развития, и Европы, и Азии, а не копировать, так сказать, бездумно азиатские модели, или европейские модели. Должно быть все-таки какое-то совмещение каких-то двух направлений. Значит, еще один момент. Мы сейчас, вот один из выступавших говорил о… Да, Багдад Мусин говорил здесь о системе Internet of Things, так называемой интернет вещей. Сейчас то же самое, активно развивается такая же тема Internet of Energy, интернет энергетики. Фактически мы переходим к ситуации, сейчас изменение энергетических рынков в ближайшие 20-30 лет будет происходить по той же модели, по которой менялся интернет. Те из вас, кто пользовался интернетом в начале, в середине 90-х годов, помню скорости, когда там было 56 килобит, значит, скорость, и вы там ждали, пока у вас загрузится картинка 5 минут. Значит, сейчас, естественно, мы живем в системе Broadband, когда скорость на порядок выше. То есть, фактически сейчас происходит изменение энергетических рынков по той же системе. Мы переходим от энергетических рынков системы Dial-Up к энергетическим рынкам быстрого интернета, так называемого. Что это означает? Это означает, что государство должно создать такие условия, когда для потребителей не будет важен источник энергии, какой у них. Для них ключевой задачей будет сама вот этот самый интернет энергетический, он будет регулировать, откуда идет, так сказать вам, электричество и так далее, отопление. Значит, поэтому здесь нужно смотреть, так сказать, на перспективу. И я хотел бы заострить внимание тоже на, тоже привести один пример. В Великобритании, когда появилась система 3G, мобильной связи, крупные компании рынулись на этот рынок и стали закупать на аукционах частоты. Через два года все эти частоты, они были вынуждены продавать, потому что появилась система 4G. Поэтому вам, я думаю, самое главное, у вас по системе Балашак студент учится в Великобритании, и в Соединенных Штатах, и в других странах. Я думаю, что здесь необходима какой-то определенная система мониторинга самых лучших достижений. С точки зрения регулирования, все, что делается в Казахстане, я думаю, делается в правильном направлении. Здесь тоже Асланбек Джакупов говорил о том, что какие-то модели, которые в Казахстане пытались регулировать, пытались вести в 90-е годы, они здесь фактически не прижились, и не работают, и потом пришлось все это перефронатировать. Поэтому вот этот путь был непростой, тернистый, но самое главное здесь вы должны создать фактически регуляторный рынок такой, чтобы он у вас был, у вас было, как в системе проводов в интернете, у вас должно было быть заложено то, что этот рынок будет развиваться очень, экономика будет развиваться очень активно, и чтобы потом вам не подстраивать, постоянно меняя систему, а сделать, создать определенную стабильность, потому что без стабильной регуляторной системы, естественно, будет очень сложно развивать те направления, о которых я говорил. Спасибо. Спасибо большое, Шамиль, интересное выступление. Уважаемые коллеги, значит, мы исчерпали нашу программу по докладам, давайте перейдем к вопросам-ответам, есть ли у кого-то в зале вопросы по темам доклада, выступления, реплики. Да, пожалуйста. Значит, у меня по-другому вопросу. Хочешь ли? А, хорошо. Компания «Казахтелеком». Первый вопрос сразу к Шамилю. Шамиль, вы выразились как-то, когда уже высокосохранительный интернет уже будет развит, значит, дойдет, государство будет регулировать не ту сторону, а будет регулировать, значит, откуда берется этот высокосохранительный интернет, ее мощности. Объясните, пожалуйста, почему такой подход вы предложили сейчас. Вопрос Бауржану вместе с Асламбеком. Я бы хотел объяснить, когда Бауржан выступал, он сказал не АРВ, а ОРВ, оценка регуляторного действия, значит, на уровне, правильно же? Но методику, я бы хотел, значит, они что вы не спорили, как-то посмотреть состав методики по определению ОРВ и по определению АРВ каждой республики, и как-то его совместить, чтобы не было споров на те же продукты и услуги, которые будут выходить за границу, значит, между странами. И это вот. Какая разница между тогда АРВ и ОРВ, раз такой спор идет. Вот. Вопрос Эдварду. Вы в своем выступлении остановились на качестве регулирования и уровня регулирования определения его. Я бы хотел услышать, какими методологиями, какими методами вы можете определить уровень регулирования или снижения, или увеличения, и качество регулирования его, хоть в ухудшении, уменьшении, как это такое. Вот такие, значит, вопросы у меня. Хорошо? Пожалуйста. Ну, давайте, Шамиль, наверное, с вас поясните, пожалуйста. А вы можете еще раз повторить вопрос? Вы объяснили так, значит. Вот сказали, что был дайлап, я согласен, я с казахтелеком понимаю, да, что такое дайлап и ШПД сейчас высокоскоростной. Правильно вы сказали? И когда было сложно, надо было регулировать и дойти. Сейчас уже, когда дошло, вы пример привели, когда уже мы дошли до воскоскоростного, конечно, каждый оператор связи, каждый провайдер, мы сейчас годами идем поэтапно, чтобы даже высокоскоростной интернет дошел по волосу до каждого аула в Казахстане мы, несмотря на территориальную разбросанность Казахстана. Ну, и Россия также занимается, Дмитрий Медведев уже универсальными услугами, фондом развивает всю Сибирь, ШПД. Вот вы сказали, когда уже дойдет высокоскоростной интернет, вы сказали, тогда государство не будет регулировать ту сторону, где мы предоставляем услуги, ну, различным категориям потребителей, а будет регулировать ту сторону источника появления именно высокоскоростного интернета оттуда. Вы вот так выразились. Нет, я выражался образно по поводу интернета. Я имел в виду, когда я говорил про интернет, я говорил про интернет энергетический, интернет of energy, то есть про источники энергоресурсов разные. Это то, о чем фактически, может, я не совсем правильно выразился, но то, о чем я говорил, значит, здесь ключевым моментом является то, что для того, чтобы развивать направление в экономике новой и создавать, там, я не знаю, солнечные фермы, там, и эти wind farms, то есть в ветряные стоят мельницы, которые будут генерировать солнечные энергии, изгибительные мельницы, там, какие-то, может быть, другие термальные, там, энергетика. Вопрос не в этом, вопрос в том, что вот это само понятие интернет of energy, что он сам себя будет регулировать. Но там без государственного участия будет, его нельзя просто пустить на самотек. Но для того, чтобы развить зеленую экономику и сделать рывок за короткое время, нужно государственное участие. Я об этом говорю. Включите. То есть я вас понял, в будущем, несмотря, раз, который человек вырабатывает источник зеленой электроэнергии, он, несмотря на увеличившую себе стоимость, он может ее саморегулировать и продавать ниже себе стоимость. Так что ли, получается? Совершенно верно. То есть вы, например, у вас в доме, у вас, я не знаю, там, вы производите слишком много энергии, у вас стоит какой-то источник, который сам производит. Например, у вас там на крыше или на гараже висит огромная, там, панель солнечная. Вам нужно это сдавать обратно. Вы можете это сдавать обратно в систему. Поним вас. Вот вначале, извините, я один вопрос про ГКЧП вы затронули в самом начале. Помните, да? Про ГКЧП? Да, частное партнерство, помните? А, окей. Можете из опыта сказать, у нас сейчас уже вот-вот шаг за шагом развивается, есть большие препоны именно по развитию государственного партнерства. Вы сам вначале несколько слов сказали, и сказали, это будущее, это нужно. Питер привели пример, по-моему. Скажите, нужна ли особый подход по именно развитию ГКЧП, особые методики, подходы по госрегулированию? Или в рамках тех существующих направлений регулирования? Как вот? Можете опытом поделиться? Нет, я думаю, что, я считаю, что здесь можно опыт взять разный, у разных стран, но сейчас наиболее эффективно, я думаю, брать все-таки азиатские модели в этом направлении. Спасибо большое. Следующий вопрос. Баке, к вам был, пожалуйста. Ну, я отвечу, Асланбек, если будет не согласен, меня поправит. Сразу, первый вопрос, в чем разница? Во-первых, хотел бы сказать, спора у нас никакого нет. А в чем разница? Сразу скажу, никакой. Мы назвали у себя это оценкой регулирующей воздействия. Когда мы работали, вот Ерлан Бузурбаев здесь сидит, Рустам Алексеевич, когда мы работали в Казахстане, и когда вот это внедрение этой оценки здесь пытались уже тогда, в тех годах внедрять, ну, назвали у себя ее анализ регуляторного здесь. Что оценка, что анализ, эти термины созвучны, поэтому оценить, принять правильное решение, смысловое содержание абсолютно одинаковое, поэтому разницы никаких, споров нет. И если позвольте сразу, чтобы потом не возвращаться, два комментария. Вот Асланбек, я его давно знаю, честно говоря, еще по работе в Казахстане, и вот когда он сказал о том, что у них возникает одна из проблем при проведении публичного обсуждения, это очень узкий круг экспертного сообщества, участвующего, для меня это вообще-то, честно говоря, нонсенс. Дело в том, что организацией, которые уполномочены на проведение оценки регулирующего воздействия, является Национальная палата Атамикен, членами которой является все бизнес-сообщество Республики Казахстан. Поэтому после того, как вывешивается информационное сообщение органа-разработчика о том, что проводится, начинается процесс публичного обсуждения, естественно, возникает необходимость, не то что необходимость, а обязанность в Национальной палате Атамикен, известить все бизнес-сообщество, тем более, кому лучше не знать тех экспертов, которые именно заинтересованы в этой сеть. Вот, это моя позиция, просто это практика, которую применяем мы у себя в Евразийской экономической комиссии. У нас сформирован сейчас перечень экспертов, с которыми мы постепенно нарабатываем. У нас сформирована перечень экспертов более... Максим, здесь вышли? Ну, в общем, сколько у нас в списке экспертов? Порядка... Ну... Сколько? Нет, это около 300 постоянно работающих. А если брать все, кто есть в списке, это порядка, ну, по тысячу будет. То есть, там есть эксперты со всех стран. Я вот, мы с Асланбеком переговорили, я просто берем обязательства на себя всех тех экспертов, которые от Республики Казахстан есть. Мы вам просто эти данные, данные, это те люди, которые активно работают по оценке регулирующего воздействия в рамках Евразийской комиссии. И, пожалуйста, они с удовольствием подключатся к этой работе и по Республике Казахстан. Спасибо. Спасибо большое. Эдвард, вам был задан тоже вопрос, ответите. Повторите вопрос. Повторите, пожалуйста, вопрос для Эдварда. Эдвард, вы в своем выступлении остановились на качестве определения регулирования и уровне регулирования. Вот у меня вопрос, значит, по какой методологии вы определяете уровень регулирования, снижение или повышение регуляторной нагрузки руля и качество регулирования? Насколько он качественный или некачественный? Вы это не раскрыли, а сказали. Спасибо. Спасибо. There's a range of methods. The first thing you look at in a regulation is that it's clear in both its objectives and the way it's expressed. You also need to make sure that the regulation is within the constitution of the country and that it's consistent with other regulations in the same field. You also need to be clear that if there's a provision for creating offenses, that it's clear what the offense will be. So the tests of a good regulation are constitutionality, clarity, and that the regulation works in practice. Спасибо большое, Эдвард. Но, коллеги, мы уже работаем больше двух часов, будем закругляться. Я уверен, что организаторы этого панельной сессии подготовят соответствующие рекомендации, которые всем будут направлены. Я хотел поблагодарить всех спикеров за отличное выступление, пожелать всем наилучшего и отлично нашим гостям провести время в Астане. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ